Здравствуйте, друзья! 3D News Daily поздравляет вас с наступлением лета и предлагает скрасить ожидания отпуска и путешествий, которые, надеемся, ждут вас в ближайшие месяцы интересными новостями из мира высоких технологий. По стопам Apple и Google, которые ведут разработки в области автономного транспорта, решила пойти и компания Яндекс. На днях она провела закрытые испытания своего прототипа беспилотного автомобиля. В ролике Toyota Prius самостоятельно подбирает пассажира, обходит препятствия и успешно уворачивается от неожиданно возникшей на пути грузовой машины. Технические подробности беспилотной системы управления не раскрываются, известно только, что самоходная Toyota использует технологии сервисов Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор и другие собственные разработки компании, в том числе систему компьютерного зрения и распознавания объектов. Уже в следующем году беспилотники начнут тестировать на дорогах общего пользования, и если все пройдет удачно, когда-нибудь водители для Яндекс.Такси станут не нужны. Тем временем на выставке Computex, которая сейчас проходит в Тайбэе, Microsoft и Qualcomm объявили, что Windows 10 станет доступна на устройствах с процессорами Snapdragon 835. Первыми такие системы выпустят Asus, HP и Lenovo. Показанный прототип напоминает толстый смартфон, но однозначно говорить о принадлежности этих гаджетов в какой-либо категории пока рано. Компактность — не единственная фишка новинок. Обещаны также емкие батареи и сверхбыстрое бесперебойное интернет-соединение, которое поддерживается даже в режиме сна и позволяет всегда оставаться на связи. Встроенный модем X16 LTE обеспечивает скорость приема данных до 1 гигабита в секунду. На презентации представитель Qualcomm скачал 2-гигабайтный фильм меньше чем за 30 секунд. При этом Windows на Snapdragon не будет урезанной версии OS, как в свое время это случилось с Windows RT. Говоря иначе, на этих устройствах можно будет делать все то же, что и на настольной версии Windows 10. Продажи стартуют осенью. В завершение выпуска бесконечная рубрика «Шторы, матрасы и кофейные чашки», которые однажды захватят мир. Если кроссовки Nike с автошнуровкой из фильма «Назад в будущее» за 720 долларов кажутся вам слишком дорогими, а умная обувь Xiaomi и Li Ning за 40 баксов выглядит слишком дешевой, то предложение французского стартапа Digisol будет как раз в пору. Три года назад эта компания показала умные стельки, а в 2016-м представила Smart Shoe, которую недавно выставила на Kickstarter. Эти кроссовки считают пройденные шаги и потраченные калории, измеряют кучу ортопедических параметров вроде пронации и супинации стопы, затягиваются на ноге по сигналу смартфона, регулируют температуру стельки и даже подсвечивают дорогу при помощи небольших светодиодов. К тому же они достаточно легкие, пара весит около килограмма, вода и пыли не проникливает, неопроницаемые. Заряжать аккумуляторы через микро-USB придется каждые пару недель, но при условии, что вы не используете подогрев. В противном случае они не протянуты 9 часов. Умные кроссовки уже собрали почти половину из требуемых 50 тысяч долларов. Вкладчикам Kickstarter они обойдутся в две сотни долларов, в три раза дешевле, чем в рознице. Продажи начнутся в декабре. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!